Добро пожаловать в Майнкрафт, но я могу скрафтить криперов-помощников! Каждый из них по-своему уникален и будет помогать мне пройти Майнкрафт. Но получится ли у нас убить Эндер-Дракона? Досматривайте этот ролик до конца, чтобы узнать! Ну и кстати, если вы хотите поддержать мой канал, то всё, о чём я хочу вас попросить, это нажать на эту красную кнопочку подписаться. Набираем 24 лайка, и я выкладываю новый ролик. К приятного просмотра! Итак, кажется, ребята, сегодня у нас международный день сюрпризов, потому что мне обещают какой-то сюрприз. И, о май гад, железо в самом спавне? Мне кажется, или это уже сюрприз? Как бы там ни было, тут имеются шорики, и давайте сразу замахаем одного из них, потому что мне срочно понадобится хавчик, чтобы не умереть здесь от голода. Значит так, нам нужно понять, какой сюрприз... О май гад, мы нашли деревню! Я уже, кажется, знаю, какой сюрприз нас сегодня с вами ждёт. Тут прям все идеальные условия, смотрите, тут какая-то большая шахта имеется, и куча железа, даже какие-то, наверное, каньончики. Ой, какие шахты! Отлично, мне здесь нравится. Лысый голем, здорово! И, чего? Так, стоп, стоп, стоп. Что это такое? Почему этот дом я уже где-то видел? Я уже... О май гад, что там произошло? Вы это видели, ребята? Там только что появились какие-то частицы. Там появились какие-то частицы, и я боюсь, кто там заспавился? Кто там призвался? Там явно кто-то появился, но... О май гад, ты кто такой? Что это такое? Боже мой, подождите, почему тут заспавился какой-то земляной крипер? Что с ним не так? И, о боже мой, ребята, их двое, и там какой-то спавнер. Стоп, неужели это спавнер каких-то, что, земляных криперов? Это что вообще такое? Зачем вообще в Майнкрафте нужны земляные криперы? Оу-оу, стоп, стоп, стоп. Мне кажется, или они меня увидели, сразу же захотели меня убить. Стоп, текаем отсюда! Я не готов умирать в первую минуту моего прохождения Майнкрафта. Поэтому, знаете, что? Аккуратненько текаем, и начинаем быстро с вами добывать дерево. Я не знаю, что это за сюрприз такой, но мне немного страшно. Я пойду быстренько, делаю верстачок палки, и, пожалуй, наверное, начнем с топора, потому что я безумно боюсь этих криперов. Сделаем себе также дополнительную кирочку нашу суперкрутую, и отправимся быстренько воровать немного камня у наших жителей, потому что в шахте идти слишком далеко. И все-таки я очень хочу посмотреть на этих земляных криперов, боже мой, они окружают земляной дом, они как будто защищают эту деревню. Но не слишком ли странно то, что криперы живут вместе с жителями? Если так, если криперы реально живут с жителями, то, возможно, они как-либо им помогают, возможно, это какие-то добрые криперы. Не, звучит, конечно, максимально странно, и без щита или какой-либо брони я ни в коем случае к ним даже не подойду. Поэтому для начала быстренько сделаем себе еще один верстачок, потому что старый я уже потерял. Сделаем себе фальтиком печку и начнем приплавку нашего суперкрутого железа. А стоп, нам для начала для него нужно немного камня. Кстати говоря, напишите в комментариях, какой ваш самый любимый моб в Майнкрафте. Это может быть как какой-то, допустим, злой моб, типа там крипер, эндермена, паука, может быть и какая-нибудь овечка или, например, жорик. Мой любимый моб в Майнкрафте, наверное, все-таки это жорик, а также, не знаю, почему-то мне очень нравятся эндермены, не знаю, за, наверное, их телепортации. Как бы там ни было, сегодняшний выпуск, как я понимаю, будет полностью и очень тесно связан у нас с криперами. Поэтому, так, у меня 12 железа имеется, я думаю, этого вполне достаточно. Быстрее поставим на... Какая прекрасная погода. Больше всего в Майнкрафте я обожаю две вещи. Это умирать от голода и дождь. Надеюсь, вы поняли, что это с сарказмом. Тем временем я успел поспать, немножко восстановить, так скажем, нормальную погодку, поэтому забираем нашу кроватку. И, пожалуй, знаете, что я сделал себе нагрудник, потому что я крайне боюсь этих криперов. Ибо я даже не знаю, с чем мы, по сути, имеем дело. Может быть, у них какие-то суперскрытые способности, про которые мы с вами даже не знаем. Как бы там ни было, пришло время узнать об этом прямо сейчас, потому что я возвращаюсь на поле битвы. Да, я возвращаюсь к этим красавцам. Так, где там они спрятаны? Такое ощущение, что жителям этой деревни абсолютно всё равно на этих криперов, потому что, я не знаю, они живут вместе, им замечательно так. А куда они подевались? Опа, а вот и один из них. И, кстати говоря, он прямиком идёт к нам. Знаете, я сомневаюсь, что это мирные жители, мирные криперы. Потому что они очень сильно как-то хотят меня убить. Ладно, ребята, я рисну, я рисну. Правда, у меня есть одно железо, надо быстро сделать себе щит. Я говорил, что не имея щит в руке, я никуда идти не собираюсь. Поэтому всё, щит сделали, и теперь я готов. Летс гоу! Война с этими земляными криперами. Так, ребята, что вы тут делаете? Почему вы пришли захватить наш мир? Так, я взял наш щит и... Ээээ... Серьёзно? Однако, стоп, что это такое? Земляной кристалл? Подождите минуточку, я убил этого крипера, мне выпал какой-то земляной кристалл. Так, а с чем это штука? С чем это едят? Земляной кристалл. Чем могу с тобой её так ставить? Не могу. И у нас заспамился ещё один такой крипер. Так, братишка, давай-давай ко мне, аккуратно. Без лишних движений можешь взрываться. Окей, и из него реально выпадают какие-то кристаллы, которые, возможно, нам пригодятся для каких-то крафтов. А ну-ка, ставим наш верстачок, открываем наш справочник и смотрим, что мы такого интересного можем скрафтить. И... Принтер алмазных криперов? Что это, блин, такое? Что? Что? Алмазный кристалл? Боже, что это такое? И тут имеется ещё кое-что. Это яйцо призыва каменного крипера. Просто посмотрите, я могу скрафтить своего крипера. Итого, нам нужен наш земляной кристалл, который у нас имеется, и 8 камушков. Окей, ребята, быстренько отправляемся тогда за камнем. Итак, забираем нашу красоту и быстренько создаём нашего первого, я так понимаю, своего собственного крипера-помощника. Это яйцо призыва каменного крипера. Let's go, забираем. Просто посмотрите, как он выглядит в моей руке. Боже, это максимально странно. Хотя земляной крипер изначально это уже было странно, но тут у нас вообще имеется каменный. Хорошо, давайте аккуратненько спровоцируем этого крипера, чтобы он взорвался. Так, давайте, осторожно. Оп, нам выпали кристаллы. Мы подбегаем и теперь оп, нажимаем пока мне, это он чуть не взорвался прямо в этом доме. Боже мой, я чуть не взорвал, наверное, этот дом, хотя по сути он вроде даже не взрывает никакой ландшафт, он просто наносит урон. Как бы там ни было, походу мы только что поменяли данный спавлер и теперь там что? Каменные криперы, окей, теперь тут будут спавиться каменные. Оу май гад, нет, 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 стой! Он только что чуть не взорвал весь дом или не взорвал, я не знаю, я переживаю. Я не знаю, что сейчас... Куда, куда он идёт? Стоп, куда? Э-э-э, братишка, ты куда идёшь? Куда он идёт? И я переживаю, а он убьёт меня или нет? Так, тихо, стой, пожалуйста, не убивай меня. Хух, окей, мы живы и нам выпали какие-то новые штучки, это каменный кристалл. Я переживаю, что в один момент нам заспавится какой-то супер крутой алмазный крипер, который просто взорвёт целый мир и нас в том числе, поэтому я немножко переживаю. Как бы там ни было, у нас имеется каменный кристалл и из него мы можем сделать каменный что? Что за каменный меч такой? Подождите, 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 что это? Оу май гад, что это? Что это такое? Что это за штука такая? Вы хотите сказать, что я сейчас держу в руке каменный? Тихо, меня только что чуть не били, меня только что чуть не били криперы. Боже, ребята, мы же свои вроде. Я вас создал, вы меня убить пытаетесь, это как-то ненормально. Кстати, обратите внимание, что земляные криперы не наносят никакого ущерба нашей территории, а вот каменные ломают 3 на 3 блока. Это означает, что чем мощнее криперы, тем больше у них сила, поэтому стоит немножко, наверное, их бояться. И у нас появился какой-то супер крутой меч на 7 урона. В целом, неплохо, давайте протестируем. Курочки мои, куропаточки, хопаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Я знаю точно, что лошадь убить в Майнкрафте не так уж и легко. Но если я одним ударом каменным мечом её ударю... О, май гад, она умирает с одного удара. И более того, я даже нашёл какую-то шахту. Жесть, окей, ну, раз уж нашли шахту, чё? Мы люди простые, правильно? Ну, добудем железо. Следующий крипер, которого мы можем скрафтить, у нас состоит из чего? Так, это яйцо призыва каменного крипера мы уже сделали. Яйцо призыва угольного крипера. Я даже могу его скрафтить. Окей, берём... А, стоп, стоп, меня пытаются убить. Боже мой, что происходит? Знаете что, ребята, я думаю, нам нужно перекрыть немножко их дом, потому что они всё время пытаются меня убить. Итак, ребята, посмотрите на мои руки, у меня угольный крипер в руках. Ладно, давайте, знаете, как сделаем? Давайте аккуратненько убьём этого каменного крипера и запустим теперь наших новых крутых криперов. Давайте, пацаны, взрывайтесь, пожалуйста, меня не убивайте, давай, давай. О, май гад, ничего себе, его подхируй на крышу. Давай, взрывайся осторожно, окей, и теперь подбегаем сюда, нажавим правой кнопкой мыши, и всё, ребята. Да, мы создаём теперь спавнер угольных криперов. Неприятно, конечно, то, что они разрушают ландшафт, поэтому знаете, что мы будем сегодня фиксиками просто восстанавливать весь разрушенный ландшафт. Голем сидит такой и не понимает, мне защищать деревню, не защищать, вроде как, и так всё хорошо, а в то же время вроде и не очень. Но как бы там ни было, у нас появился первый угольный крипер, боже мой, посмотрите на этого чувака. Он максимально стрёмный, мне он не нравится, я переживаю, что он меня взорвёт и убьёт сразу. Значит так, братан, давай, пожалуйста, без личных движений, стой, 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 не убивай меня, нет, 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 он слишком быстрый, он какой-то чересчур быстрый. Хух, окей, живы, целы, здоровы, нам выпали какие-то вещи, это уголь, а также угольный кристалл. Давайте проверим, что можем с этой красавицей такого сделать, угольный кристалл, мы можем сделать яйцо приза угольного крипера, которое у нас уже имеется. И, кстати говоря, я только что заметил, что у нас имеется какая-то земляная кирка, то есть это кирка, которую мы могли скрафтить ещё тогда, когда у нас был только наш первый житель, крипер, что-то вообще такое. Как бы там ни было, выгоним Джека из его дома, быстренько ляжем спать и отправимся быстренько тестировать нашу суперкрутую кирку. О, май гад, это кирка, которая взрывает эту территорию 3 на 3, получается? Сразу бы с этого надо было начинать, ребята, сразу с этого надо было начинать, потому что так гораздо удобнее добывать камень, дерево и всё, что угодно. Кстати, о дереве, могу ли я этой киркой, допустим, добывать дерево и, да, раз, два, три, четыре, пять, ооо, неплохо, мне нравится. Тем временем прямо сейчас мы можем, ооо, май гад, умереть, нет, мы можем скрафтить бластер, это штука, которая крафтится благодаря нашему угольному криперу, боже мой. Что вы тут наделали, дорогие друзья, давайте вас закроем, сегодня вы будете там сидеть, потому что вы максимально уже, ну, как бы, сколько можно? Достали разрушать ландшат, который мне потом нужно сидеть вот так вот и поставили. Так, житель, ну, тебе это нормально? Что делать с этот бластер максимально интересно? Просто посмотрите, какая пушка у меня сейчас в руке. Это какая-то угольная пушечка, которой можем, ооо, 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 что это такое? Я могу стрелять факелами, подожди, подожди, я могу стрельнуть, например, в какую-нибудь лошадь, так, и я наношу ей урон, а если я стреляю просто, допустим, по территории, то я раскину факела по всему ландшафту. То есть представьте, что я могу просто найти какой-то огромный каньон и начать просто расставлять в него гигантское количество факелов, которые, о май гад, сейчас они будут просто раскидываться по всему ландшафту. Просто готовьтесь, это целый метеорит из факелов, которые, ну, в обычном мире бесполезны, но в шахте было бы очень даже круто. Итак, следующий наш крипер, это железный крипер, о май гад, ну, крафт 10-го угольного кристалла, 9-е железо, отлично, забираем. И получаем настоящий апгрейд, блин, какие они все крутые у меня в руке, обалдеть! Они такие мирные до тех пор, пока их не поставишь, тогда они начинают просто постоянно каждую секунду взрываться. Давайте, пацаны, аккуратненько ко мне, голем, ну разберись с ними, пожалуйста, ну ахану мы за что нанимали? Быстро-быстро подбегаем, меняем спавнер, все, и теперь убегаем, чтобы нас не взорвали те угольные криперы. Выжидаем моментов, взрываем их, отлично, получаем еще больше всяких эссенций, кристалликов и так далее. И, возможно, уже сейчас у нас заспавнится наш первый железный крипер. Так, давай, взрывайся, красава! Опять не разрушайте ландшафт, который мне потом нужно будет восстанавливать. И теперь уже, знаете, я начинаю чувствовать какую-то силу, о май гад, да, тихо-тихо-тихо, не взрывайся, я переживать начинаю! Этот какой-то супер-быстрый и сосредоточен на мне, вы посмотрите, как просто целеустремлен, но он пытается меня убить. Ладно, братик, давай проверим, пожалуйста, давай, ты не будешь меня убивать, я тебя очень напрошу, ииии, окей, нормально. Тут уже взрыв немного покрупней, что это получается у нас? У нас получается железный кристалл. Кстати говоря, он нужен, я так понимаю, для железного сверла какого-то? О май гад, выглядит очень эпично и очень непонятно. Заберем эту штуку и просто посмотрите, что у меня сейчас в руке, это что за дрель такая огромная? Так, ладно, протестировать эту штуку нужно прямо сейчас, так, пока им нажимаем, ничего не происходит, как я понимаю, нам нужно аккуратненько с вами залить шахту и проверить. Проверил! Обалдеть, я теперь явно понял, что она делает, она просто копает огромные территории вперёд, огромный, я не знаю, куб, который позволяет, ну, не знаю, проще копаться в шахте и, наверное, о, проще находить железо. Тем временем, просто посмотрите, сколько у меня камня осталось после всей этой шахты, и теперь, ребята, мы отправляемся делать нашего нового крипера, и, как я понимаю, это будет уже золотой крипер. Крипер, сделанный из золота, окей, чем же ты сможешь нас, братишка, удивить? Ставим его сюда, и теперь отныне мы будем получать что? Правильно, золотого крипера, окей. Первый братишка заспавился так аккуратно, что-то он слишком целеустремлённый. Я немного переживаю, потому что чем мощнее крипер, ну, тем больше мои переживания, соответственно, мало ли он там какой-то супер крутой взорвётся и сразу меня убьёт. Давай, братишка, аккуратно, у меня имеется деревянный топорик, оп, разуково ударили, нет-нет-нет, не убивай меня, не убивай меня, я свой, я тебя создал, о, май гад, вот это взрыв, кстати говоря, был уже гораздо мощнее предыдущих. И нам выпали, о, нам выпало золото, которое нам пригодится для обмена с пигнами, а также золотой кристалл. Так-так-так, из этого мы можем создать нашу первую, наш, что? Принтер золотых криперов? Что это вообще такое? Как понять, принтер золотых криперов? Мы сейчас будем распечатывать их? Как бы там ни было, о, май гад, посмотрите, какая эта пушенца крутая, посмотрите, как эпично она смотрится. Окей, у меня имеется какой-то принтер золотых криперов, и теперь, в принципе, было бы неплохо его протестировать. Там у нас имеется лошадка, кидаем мне одного крипера и... О, май гад, она его чуть не убила! У нас пушка, которая катапультирует криперов, которые, по сути, взрываются, наносят урон и всех убивают. Слушайте, вау, вот это оружие! Настоящее орудие убийства, причём, скорее всего, они же будут дальше дропать золото, а золото нам безумно сильно понадобится для обмена с пигнами. То есть, по сути, мы даже можем просто всякие начать расстреливать облака и... О, май гад! Я могу просто заспавнить дофигища криперов, которые будут падать, и, возможно, я буду получать золото или нет. О, реально, я буду получать золото, которое падает с небес! Ха-ха, кто говорил-то, что золото с небес не падает? Как бы там ни было, у меня 26 золотых слитков, мне нужно, не знаю, наверное, 100 ко мне будет более, чем достаточно для обмена с пигнами. Ну и, наверное, такую крутую пушку мы будем использовать не только для обмена, так ещё и просто для оружия, потому что, камон, я могу просто расстреливать, наверное, эндер-дракона и таким образом его убивать! Следующий раз в очереди крипер, это редстоуновый крипер! О, май гад, это безумно странно звучит! Хотя это не только странно звучит, это ещё и очень странно выглядит! Это какой-то краснючий крипер, окей? Бежим быстренько, чтобы его поставить сюда, и теперь у нас будут спавиться редстоуновые криперы, окей? Я-я не знаю, мне-мне стоит переживать или не надо? Просто я как бы не знаю, что он из себя представляет, и, окей, мы его призвали, мы его призвали! Знаете что? Редстоуновый крипер звучит довольно-таки опасно, потому что вдруг он может взрываться, как динамит, или... Куда он вообще пошёл? Так, давай, братишка, ко мне, только, пожалуйста, не убивай меня, тут твои криперы предыдущие слишком много нанесли мне урона! Давай ты будешь максимально аккуратными... О, ничего себе, он, конечно, шахтецку нам сделал! Даже железо нашёл! Ладно, как бы там ни было, у нас имеется редстоун, имеется... Редстоун-кристалл... И теперь, как я понимаю, с помощью этого редстоун-кристалла мы сможем скраблить, что, лазуритного хрипера? Кстати, это ещё не всё, потому что у нас также имеется редстоун-сверло! О май гад, это как наша железная штука, вот эта вот дрель, только явно немного проапгрейзенная! Проверим, что умеет делать эта красавица, let's go! Опа! О, ничего себе... Ээээ... Извините, жители! У нас имеется ещё одна дрель, которая создаёт гигантские шахты и... Ой-ой-ой, стой-стой-стой, нет-нет-нет, пожалуйста, не надо умирать, боже мой! Я только что чуть сам себя не убил просто! Вот это я понимаю, Дель, как говорится, это и дар и проклятие, потому что она слишком опасная и могла меня убить! Также лошадь стоит просто на пропасти и, пожалуйста, не падай! Какие способности могут быть у лазуритного хрипера? Сейчас мы, видимо, с вами и узнаем! Я уже устал, на самом деле, восстанавливать эту территорию, потому что тут слишком много урона нанесли мне предыдущие хриперы, и нужно аккуратно отвезти его подальше, чтобы он случайно не взорвал их собственный дом! Значит так, братан, давай, взрывайся, у него какие-то белые пятна на ногах, взрывайся и... О-хо-хо, всех откинул далеко! Так, хорошо, он заспавил нам лазуриты и, как я понимаю, лазуритные кристаллы! Хорошо, убиваем этого зомбаря! И всё-таки защитить дом не особо-таки получилось, потому что, да, немного урона дома он всё-таки нанёс! Однако прямо сейчас, если мы добудем немного дерева и, о май гад, в меня уже кто-то стреляет, кто пытается меня убить? Это скелетрончик! Ладно, берём быстренько, делаем палки, создаём нашу первую лазуритную кирочку и начинаем убивать этого чувака! Хотя, знаете что? Я убью его с помощью моих супер-крутых новых друзей и это... Золотые крипер, лет's go! У меня одно хп, одно хп, одно хп, одно хп, одно хп, бежим, боже, я чуть только что не умер! Хана быстренько картофана, потому что мне нельзя в этом майнкрафте умирать и у меня имеется скелет, которого найс, мы с вами убили! Я не знаю, что зомбаритная кирка и вообще поможет ли она мне, то есть, что она такого крутого может делать, когда у меня есть свёрла, которые максимально хорошо работают! А, она делает взрывы! Она во время ломания блока делает взрывы и ещё и спаунит мне, видимо, очень много опыта для того, чтобы я мог, например, в будущем зачароваться! Тем временем, друзья, пришло время для самого интересного и это то, чего мы ждали с самого начала, это наш алмазный крипер! Просто посмотрите на этого красавчика, алмазный крипер, это как, я не знаю, наверное, должен быть самый крутой крипер из всех, но главный вопрос, что он умеет? Что же такого он нам крутого сможет подарить? Давайте проверим, так, спавним быстренько его сюда и теперь просто ждём, ребята, алмазный крипер, может быть, будет нам алмазы кидать? Сделать себе наконец-таки алмазный комплект брони, потому что я с самого начала этого ролика бегу в одном бедном железном нагруднике! Так, ладно, приближайся ко мне, я тебя вроде как боюсь, но в то же время мне кажется, что он хороший, давай, аккуратно взрывайся и... Ничего себе взрывы, конечно, алмазики! Неплохо, забираем! Конечно, другого мы не могли ждать от алмазного крипера и он мне дропнул стак алмазов! Окей, я думал, там будет штучек 5, конечно, но тоже неплохо, 6 алмазных кристаллов, летс го! Что за уникальные предметы нам подарит алмазный крипер? Мне вот уже интересно, что такого крутого тут можно скрафтить, чтобы было проще пройти Майнкрафт на принтер алмазных криперов! Окей, ребята, мы уже знаем, что такое принтер, мы знаем, что это на этой штуке можно пищать криперов просто бесконечно! Но что из себя представляют алмазные криперы? Давайте прямо сейчас с вами и узнаем! Жорик, прости, брат, Жорик, извини меня! О, май гад! Извиняюсь! О, май гад! Что, 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 что? Посмотрите! Типа, я-я-я просто убил этого крипера и из него заспавил целое, о май гад, целое залежи из алмазной руды! Конечно, всё выглядит очень безупречно круто, но зачем мне это нужно, когда мне и так спавится очень-очень много... Ауч, я чуть не умер! Очень много алмазов просто после каждой их смерти! По сути, если сейчас раскидать по всему миру этих алмазных криперов, и желательно аккуратно, чтобы я сам себя не взорвал и не убил, то я заспавню во всём мире огромное количество алмазной руды! Всё, ребята, алмазы захватили весь мир, и теперь просто посмотрите, сколько везде алмазов! Я просто поменял весь мир, и теперь он состоит не из земли, а из алмазов! Ладно, как бы там ни было, пора спускаться, потому что у нас имеется уже всё, что нам нужна, вся комплектация для того, чтобы мы могли спокойно пойти убивать эндер-дракона! Например, наконец-то я могу сделать себе хоть какую-то навальную броню, потому что я всю серию бегаю просто с одним нагрудником! Немного, так сказать, во-первых, переодеваемся, крафтим себе проапгрешную алмазную кирочку, находим и разрушаем сразу же обсидиан, и, наконец-таки, создаём наш первый портал в ад за сегодняшнюю серию! Билин, бедный чувак, бедный голем, который пытался защищать деревню! Мне кажется, у него теперь депрессия, потому что он такой думал, так, я вроде защищаю деревню, но что-то защитить её у него как-то не получилось, потому что вся деревня... Аааа... Стоп, что? Подождите, в этот момент я немного не понял, откуда тут взялась эндер-перла? Что? Эээ... Ты чё сделал? Мне кажется, голем только что сражался с эндерменом, или иначе я не могу объяснить то, откуда взялась эндер-перла. Как бы там ни было, создаём быстренько нам зажигалку, отправляемся в портал, я надеюсь, что мне повезёт на крепость сегодня, я не знаю, прям в портале, например. Всё, что нужно, это просто хорошенько у Майнкрафта попросить, обычно, когда просишь, обычно получается, но чё-то сегодня как-то не видно. Однако нет, очень даже видно, посмотрите на эту крепость, просто посмотрите, где я заспавнился? Да, только что заспавнился, прошёл, не знаю, 10 шагов, и я уже вижу крепость. Уровень везения в Майнкрафте, это когда ты попросил у Майнкрафта, чтобы тебе подкинули крепость, и тебе реально её подкинут. Так, братан, чё тебе надо? Подожди, 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 я тебе покажу, что я умею, я тебе покажу свои умения, опа-на! Пару криперов справятся с тобой, отлично! Один, в принципе, вполне справился. Получается, что теперь мы можем спокойно положиться просто на наших принтеров, на наших крутых алмазных криперов, которые будут убивать эфритов за нас. А ну-ка, кодопрутируем первого нашего, и... Ой, не туда. Ладно, попытка номер два, кодопрутируем ещё одного, он их взрывает, и так, интересно, получим ли мы теперь палочки? Чё-то палочки особо не видно... О-о-о, мы сломали спавнер! Окей, ребята, я понял, так нельзя было делать, но я надеюсь, тут имеется хотя бы ещё один такой спавнер. Фух, окей, это был, благо, не единственный спавнер, нам нужно аккуратненько уворачиваться, как мангусты, быстренько поставить наш верстачок, и всё-таки деревянный топор, конечно, это здорово, но мне бы не помешал прокачанные алмазы, топоры, и будем, знаете, старинным способом всех убивать обыкновенный, потому что, видимо, наши криперы чересчур имбовы для этого мира, что они просто сразу разрушают всё на своём пути, и спавнеры в том числе. Убиваем ещё одного, и тем временем у нас уже 7 палочек, в принципе, этого нам хватит, поэтому быстренько ломаем спавнер, теперь по-настоящему, и... пожалуй, идём искать наших пиглинов. Должен сказать, что это было довольно длительным путешествием, потому что мне пришлось возвращаться в обычный мир для нашего золота, и чувак, что тебе надо? Там золота хватит всем, давай, иди тоже, будешь тоже лутать там золото, ладно, не хочешь, ну, не надо, да-да, до свидания. Аккуратными подхопами приближаемся к нашим эндерперлам, там ещё эндерперлы, 14 эндерперл, ау-ау-ау, стоп-стоп-стой, ты чего, ты чего, братичка, у тебя что, золото там, что ли, закончилось? Ладно, как бы там ни было, нам этого достаточно, 14 эндерперл совмещаем с нашим порошком, получаем 14 око-эндера. Тем временем меня смущает тот факт, что я потерял уже 2 око-эндера, хотя до сих пор не нашёл крепость, и я начинаю немного переживать. Я опять в океане, я опять ненавижу находиться в океане, потому что если крепость будет в океане, я могу случайно её пропустить и даже её не заметить. А также, оу-май-гад, стоп, что, грибной биом? Подождите минуточку, а часто ли в Майнкрафте вообще попадается грибной биом? Я как-то довольно нечасто натыкаюсь на такой биом, и оу-май-гад, если тут будет крепость, это будет, не знаю, наверное, самая редкая крепость, которую я находил в своей жизни. Если просто она покажет в обратную сторону, значит то, что, оу-май-гад, ребята, мы пришли, да ладно, крепость находится прямо тут. То есть прямо в этом грибном биоме я просто начинаю копать вниз, и где-то внизу должна находиться крепость, окей? С помощью наших крутых дрелей, наверное, давайте возьмём редстоун-дрель, постачём копать вниз. Это будет максимально удобно, главное в один момент случайно не умереть. Нужно будет успешно вовремя остановиться, аккуратно всё, останавливаемся, и да, ребята, мы нашли крепость. Также мы нашли крыс, которые хотят нас убить, и оу, не-не-не, знаете, мне это не нравится, поэтому побежали-ка от них побыстрее. Отлично, мы нашли с вами порталы, и что самое интересное, так, окей, нам хватит, в принципе, у Кендера, благо нам и достаточно их. И это первый, наверное, портал, который я нахожу вообще в грибном биоме. Ребята, напишите в комментариях, видели ли вы вообще какие-либо порталы в грибных биомах? Как бы там ни было, до свидания, зомби, вы мне максимально мешаете, или, если что, не знаю, отправляйтесь со мной в Энд, будем вместе убивать эндер-дракона. И с помощью моей супер-дрели у меня появилось сразу гигантское просто количество блоков, которые я могу использовать, чтобы очень легко подниматься на все эти кристаллы. Однако, вот ещё один момент, что если? Я буду катапультировать наших алмазых криперов на эти кристаллы, и оооо, я реально могу их разрушать! То есть я могу просто кидать моих криперов к этим кристаллам, и если я буду попадать по ним, то я смогу просто бэмс их разрушать! Это будет самое интересное и самое удобное, наверное, убийство эндер-дракона в моей жизни! Поехали, раскидываем после наших криперов! Давайте, летс го, взрыв туда, взрыв сюда, замечательно! Я не помню, чтобы я когда-либо так быстро убивал эндер-дракона и разрушал все кристаллы. Мне кажется, нам осталось один кристалл сломать, и вроде как это последний! Так, метки, выстрел туда, отлично-ка, вроде взорвали, и что происходит? О май гад, эндер-дракон пытается меня убить. Конечно, ему не понравилось такое вторжение в его собственность, потому что мы взяли просто весь его эндер-дракон и заменили на алмазную руду. Но как бы там ни было, ребята, прямо сейчас мы хаваем, и после чего, я думаю, можно начать постепенно расстреливать нашего дракона нашими алмазными криперами. И если будем наносить по нему урон, он бы наносит ему урон, но мы также можем случайно убить самих себя. Зачем мне тогда вообще лук? Зачем я вообще брал с собой лук, когда у меня имеются супер-крутые алмазные криперы? Я просто расстреливаю его вот таким образом, и в какой-то момент, возможно, я даже смогу его убить, либо я просто расстреляю туда, но очень много... Да ладно, что, серьезно, я могу его убить сейчас? Да ладно, я убил дракона просто этими криперами! Я просто заспамил, расстрелял его криперами и убил его буквально за одну минуту! Let's go! Бьем рекорды в Майнкрафте! Убили дракона за одну минуту, так еще и заспамили тут везде алмазную руду. Я думаю, это первый раз, когда в Майнкрафт прошли криперы, причем алмазные. И если вам такое прохождение понравилось, то не забудьте посмотреть ролики, которые вы видите сейчас на экране. А с вами был я, Тумчанский, алмазный крипер, и всем пока-пока!